После старого нового года жизнь елки в квартире заканчивается. Некоторые сразу избавляются от лесной красавицы. Другие ждут еще несколько месяцев. В любом случае, сейчас практически везде можно увидеть человека с елкой на перевес, идущего к мусорным бакам. Такая судьба ожидает многие некогда живые хвойные деревья. Новый год прошел. Куда будете девать новогоднюю елку? Ну, куда? Наверное, на помойку. Куда? Больше нет. Таскать-то не будем мы. А у нас искусственные. Уберем. У меня нет новогодней елки, только искусственная, маленькая. Сложим в коробочку. А почему искусственные они, настоящие? Ну, наверное, надо поберечь нашу природу. Елок много. У меня сейчас не дома. Одна настоящая елочка растет, вот такая. А одна в доме стоит искусственная. Она давно уже, лет, наверное, 15 использует. Вероятно, впервые в Рязани елку живую можно будет отдать на переработку, подарить ей практически новую жизнь. В мире такая практика уже налажена. Эти елки мы забираем у экологического Рязанского альянса на пунктах сортировки вторсырья. Привозим их к себе на свой участок. Далее мы превращаем эти елки в мульчу, которую используем потом для своего питомника, где у нас будут расти различные породы хвойных деревьев. Дело в том, что обычная почва плохо подходит для хвойных деревьев. Им необходимо особое. Для этого и нужны старые елки. Они создадут благоприятную почву для роста ели, елок, туи и тисов. Акции уже дали название «Елочный круговорот». Проходить сбор елок будет только в январе, по субботам. Ближайшая акция по раздельному сбору будет на Московском с 10 до 12 около Арклуба Планетарий. В четвертую субботу месяц можно принести в Дашки на кругу троллейбуса около 11 больницы. В феврале акция пройдет всего один раз. Организаторы в шутку говорят, что планируют продлить ее до марта. Конечно, в первый год большого отклика от рязанцев не ждут. Все-таки мероприятие пока для нас необычное. Да и многие по привычке наверняка понесут старые ели на свалку. Однако акцию обязательно повторят. Мы будем однозначно повторять это на следующий год. Я думаю, люди будут узнавать, люди будут откликаться. Может быть, кто-то даже задумается о том, чтобы не ставить больше у себя живую елку, ограничиться букетом из новогодней елки. В частном доме посадить дерево себе под окнами, украшать его. В общем, это как бы та цель, к которой мы хотели идти. Куда деть лесную красавицу – выбор каждого. Кто-то вообще предпочитает елку искусственную, поэтому подобные проблемы ему чужды. А с настоящими немного сложнее. Специалисты рассказали, что если сравнить возраст елок, которые стоят на базарах с человеческим, то получится, что деревья совсем младенцы. Конечно же, выращивают их в питомниках и со специальными удобрениями. Да и дальнейшая судьба их известна. Вот только организаторы акции с этими аргументами не согласны. Они считают, что выращивать елку только ради пары дней в году – не лучшее применение. Но пусть каждый решает для себя сам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.